всем привет сегодня буду делать быструю пиццу на сковороде из кабачкового теста для этого нам нужно два маленьких кабачка мы их уже предварительно помыли 4 небольших помидора небольшой кусочек колбасы данном случае на солями поехали отделяем у кабачка хвостик и трем на крупной терке ну вот оба чуба дотерли это можно после чего кабачки перекладываем дуршлаг ставим чтобы они немножко стекли можно рукой так сок отжать пока кабачок наш стекает мы подготовим помидоры и колбасу колбасу можно резать кольцами и класть ее можно поделить ее на четыре части но мне больше нравится казалось его колечко помидоры режем колечко переходим к приготовлению теста но покуда мы будем готовить тесто нам необходимо поставить сковороду на огонь чтобы она раскалилась как следует и капнем туда чуть-чуть масла так греется а мы займемся тесто перекладываем наши кабачки в кастрюлю они уже достаточно стекли зачем мы ставили кабачки чтобы они стекали если мы не дадим лишнему соку кабачков отделиться тогда у нас тесто получится довольно таки жидкое добавляем муки муку тоже сами регулируйте как вам будет лучше и убиваем 3 яйца солим и перчим соль перец по вкусу если хотите добиться какого-нибудь оттенка например или какого-то вкуса может добавить какие-нибудь травы это тоже приветствуется в общем и привели импровизируйте и наступит вам счастье и все это перемешиваем ну вот сковорода наша достаточно раскалилась и выкладываем туда наше тесто яйцо яйцо сковороду яйцо И убавляем огонь. Обжаривать нам пышку эту нужно примерно минуту-две-три, при этом посмотреть, чтобы она снизу уже подрумянилась. После чего, как она приобрела белопистою корочку, нам необходимо ее просто аккуратненько, чтобы она не поломалась. После того, как вы ее перевернули, эту пылочку, выкладываем колбасятину. Побалечки колбасятины, они будут в этой пицце очень герметично смотреться, а также на вкус будет тоже очень герметично. По ходу приготовления пиццы я решил сомпровизировать и добавить несколько луковых колец. Теперь сверху выкладываем помидоры. Помидоров можно не жалеть, можно положить побольше, она будет сочнее. И все это дело нам нужно потереть сыром. Любой сыр берете, натираете сверху вот так и покрываем сыром. Потерли сыром, после чего, все это дело мы накрываем крышкой. Пока готовилась пицца, я приготовил немножко зелени. Ну, я так предполагаю, что пицца уже готова, будем посмотреть. Ну да, сыр полностью расплавился. Сейчас мы дадим немножко ей остыть, чтобы сыр схватился корочкой. И будем выкладывать на тарелку. Так, посыпаем зеленью. В общем, ребят, тут такое дело. В общем, пока пицца остывала, я не выдержал и съел один кусок. Вот она, ну, хочу сказать, что горячая она вкусная, довольно-таки. Но, мне кажется, что и холодная она будет, и чем не хуже. Пожалуйста, шикарная пицца. Холоденькая. С огурчиком, я думаю, хорошо. Значит, кому нравится с соусом пиццу есть, ради бога, кушайте с соусом, с любым, какой вам больше по душе, томатный, чесночный, майонез. Импровизируйте, пробуйте, как хотите, я же буду есть ее без соуса. Вот так вот она. Снизу она пропеклась. Я же говорю, холодная, ничем не хуже, чем горячая. Просто бомбическая, просто бомбическая. Ребята, вечного вам аппетита. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем рецепте. Посыпаем джейм. Так, черт, эти формальности. Тарелочки, ложечки. Ребята, я вам хочу так сказать. Можно его есть горячим, можно есть его холодным, когда она приобретет определенную форму. Это будет уже как бы холодный пирог. Но я хочу его есть горячим, потому что мне нравится есть горячим.